День Победы – один из главных праздников, который отмечает вся страна. Помнит о великих подвигах советских солдат, завоевавших свободу и независимость всего народа. Вот уже 72 года прошло с тех пор, говорит Александр Семенович Макуха. На долю человечества выпали суровые испытания. В 1943 году Александр Семенович был призван в ряды Красной Армии. Перед отправкой на фронт окончил полковую школу, получил звание младшего сержанта, после чего был направлен в распоряжение Волховского фронта. Участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. Попал я в 4-ю армию, которая входила в состав Волховского фронта. И, соответственно, 23 января 1944 года наша армия прорвала полностью блокады Ленинграда совместно с Ленинградским фронтом. А Ленинградским фронтом командовал Говоров, Мерецков, потом маршал Советского Союза стал и так далее. После того, как блокада Ленинграда была полностью освобождена, немцев, соответственно, отогнали на определенное расстояние. Вот нашу армию, она и до этого очень много потеряла, отправили в Иран. А в окончании войны, как рассказывает Александр Семенович, узнал, находясь на службе в Иране, куда был направлен для охраны границ. Недруги 4 года пытались завоевать Советский Союз. Но после коренного перелома в Сталинградской битве Красная Армия наступала, освобождая город за городом, говорит ветеран. Поэтому мы уже наступали. А раз наступали, уже дух был совсем другой. Совсем другой. Но мы верили в победу. Верили. И еще яростнее, значит, как бы воевали и так далее. Поэтому политически мы были подкованы. И любовь к родине, любовь к парке, любовь непосредственно к своим начальникам постоянно воспитывалась в войнах. После демобилизации, вернувшись на родину, Александр Семенович окончил Ленинградский институт в физкультурный факультет. Далее долгое время возглавлял спортивную школу в Хасавюрте, а также работал в педагогическом колледже. Со своей супругой Еленой Александр Семенович в счастливом браке живет больше полвека. Воспитал и вырастил трех сыновей. Вот и сегодня ветеран вносит большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Регулярно принимает участие во всех значимых мероприятиях города. Проводит встречи и беседы с подрастающим поколением. Говоря, что любовь к родине должна быть превыше всего. Бика Сулейманова, Расул Гаджеев. Информационная программа «Пульс».